И что, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Бенди, Найтмейр Ран, и в данный момент мы сразу же заходим в финальный акт, это получается опять эта же машина, и надеюсь то, что в этой же серии мы как раз таки попробуем нового босса, на что он способен. Это смотря сколько мы будем убивать этого босса, разумеется, эту машину, его финальный акт. Так. Просто опять таки, ребят, нужно стараться не попадать под его атаки. Новая атака, нет, старая вся. Не, получай. Получай. А, я ничего не кинул, да? Просто подумал, что у меня что-то есть в руках, и, оказывается, ничего не было. Бочку опять готовит. Я испугался немножко. Видишь, лазер как может вас вести врасплох, застать врасплох, да? Почему? Потому что некоторые атаки просто... Сейчас объясню. О, успел, все. Некоторые атаки также показываются, и ты типа... Они за тобой следуют. А эта атака, она за тобой не следует. Атака лазером. Прикольно получилось. Он сам расправился со своим миньоном. Блин, серьезно? Сейчас он тоже сам расправился со своим миньоном, только я еще под атаку подставил все. Нормально. Вот, а то, о чем я и говорил, ребята. Самое сложное. Опять двойные прыжки он делает. Какие двойные прыжки, Бенди, хватит! Я проиграл, короче. Он опять двойные прыжки делает, я перепрыгиваю через все. Я нажимаю влево, он делает двойной прыжок. Опять двойный прыжок, молодец. Опять двойный прыжок, молодец. Сейчас бы топор взял, если бы он не делал двойный прыжок. А, у меня он и так есть. Дерьмо собачье, Бенди. Ты гад. Вот что я могу тебе сказать. Вот что я тебе могу сказать. Ты просто гад. Специально подставляет нас, ребят. Делает все, чтобы мы не прошли эту игру. Так. Но я уже второго такого не выдержу. Второго уровня такого я не выдержу, ребят. Там 100% будет фейлы. Серьезно. Теперь я 200% даже не выдержу такого уровня. Ну и ладно. Ну и ладно. Значит второй раз попробуем так же пройти. Так. Топорик. Во. Отлично. Включаем магнитики. Немножко не то, что я хотел. Ну все, ребят, готовьтесь. Опять двойный прыжок. Опять двойный прыжок. Аплодисменты. Двойные прыжки Бэнди самые лучшие. Ненавижу я это. Я просто ненавижу это всем сердцем. Из-за того, что разработчик не додумался сделать нормальное, некорявое управление. Эй, подожди-ка. Не понял. Что, меня к этому боссу вернули? Фу, как бомбит. Как бомбит. Получай, гад. В принципе, без проблем можно пройти. И опять-таки, миллиард раз повторяю. Это проходится на изи. Но я не могу это пройти из-за того, что управление просто не дает мне этого сделать. А не из-за того, что игра сложная. Надеюсь, управление никак не повлияет. Потому что ты здесь постоянно не нажимаешь ни на что. Получай. Отлично, даблкил. Ну, я говорю, были бы еще какие-нибудь способности, ребят, мы вообще на изи бы проходили все эти уровни. Видите, я пока еще ничего не приобрел. Себе. Хотя стоило бы, наверное. Но вы мне пишите в комментариях, стоит ли приобретать что-нибудь. Может быть, действительно, это в миллиарды раз будет легче теперь проходиться. Если я возьму тех, всякую способность, которая наносит урон. Я аж не беру себе ее. Опа. О, наковальня. Это мне надо. Блин, получил урон, прикинь. Хотя, по сути, и не должен был. Ай, топор. Успел, нифига себе. Я уже, мол, все, сто процентов беру этот кирпич. О, мой любимый уровень. Мой любимый момент. И не попал еще ни по кому. Ну, хотя бы так. Окей, меня это радует. Е. Еще и топор забрал. Хорошо. 8 жизней, очень мало. Хочется больше. Наковальню лови, засранец. Лови. Еще одна наковальня прилетела. Отлично. Хорошо, все пока. Ну, я даже не знал, что могут быть одновременно на одной точке, на одной стороне точнее, и дальненькие, ну, то есть и воздушные, и наземные юниты. Так, хорошо, сюда. Отстань от меня. Своим мотором. Вот. Бэнк, минус. Нормально. Кидаем. Наковальня. Успел взять. Ты уже думал, опять сейчас управление накосячит мне. На. Красота. Не красота. Опять вольный прыжок. Тихо. Нормально. Я живой, это главное. Ну, мне не принесли урона, я имею в виду. Хорошо. Еще один остался. На. Все. Пять жизней, ребят. Пять жизней еще. В принципе, за этот момент я могу завалить машину. Вот я тупой. Главное, я одну и вторую не взял. Пипец. Получай, гад. Успел вернуться. Ага, минус краб, хорошо. Я уже думал, придется прыгать, и видите, получилось так, что он сам его завалил. Повезло. Просто повезло. Офигеть. Как я увернулся от всего этого, я понятия не имею. Получай, гад. Получай, гад. Две жизни, ребят. Две жизни, это просто жесть. Я здесь под максимальной атакой сейчас нахожусь. Меня с всех сторон убивает. Но при этом я ничего не могу взять. Все, я проиграл, ребят. К сожалению, проиграю. Проиграю, к сожалению. Не приходит ничего. Ничего не приходит. Ладно, есть один. Да, да, да. Да, наконец-таки. Офигеть ты, тяжелый засранец, а. Развалили, гада. Развалили. Еле-еле, ребят. Честное слово. Я уже объяснял, почему еле-еле. Не потому, что это был сложный босс или что. А по совершенно другой причине. И жести крабы были, летучие мыши. И вот эти вот чернильные монстры. Ууу, тяжко, тяжко, тяжко. Восьмой левел у меня сейчас. И девятый мы набрали. Отлично. Все прям супер-классно. Здесь говорят, сейв проиграясь. Если мы хотим использовать кроссплатформу. Обязательно сохраним. Обязательно. Но не сейчас. Так, мы в любом случае можем сейчас открыть вот эту штуку. И у нас открылся Nightmare режим. Не зря что-то называется игра Nightmare Run. Я обязательно в эти Nightmare режимы поиграю, если вы захотите. То есть, пишите в комментариях, хотите ли вы увидеть Nightmare режимы на моем канале. И мы посмотрим с вами предыдущие вот эти все, как, всех боссов предыдущих в этом кошмарном режиме. То есть, у нас два босса уже получается с этим режимом. А сейчас я пойду набивать нужное количество мне беконового супа для того, чтобы открыть вот этот вот режим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях. Не забываем подписаться в паблик-контакте. Ссылка в описании в шапку канала. Это была игра Bendy Nightmare Run. С вами был Лекс. Всем доброе.